Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Рестораны в режиме ковид-фри и фитнес для вакцинированных пенсионеров. Областные власти обсудили новые ограничительные меры в связи со сложной эпид-обстановкой. Оснащены всем необходимым, в том числе и кислородом. 20 новых автомобилей скорой помощи получили города и районный центр Самарской области. Учтут каждого жителя. В России стартовала первая цифровая перепись населения. Вкусно поесть без последствий. Как правильно собирать и готовить грибы. Игра красок и глубоких цветов. Визажисты и эксперты моды назвали тренды в осеннем макияже. В связи с ростом заболеваемости в регионе ведут дополнительные ограничительные меры. Например, ресторанам и кафе запретят полную посадку в залах не только вечером, но и днем. Также в сфере общепита предлагают сделать зоны ковид-фри. Вход только для вакцинированных посетителей. Меры обсудили на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом. Подробнее в следующем сюжете. Эпидемиологическая ситуация в Самарском регионе неблагополучная. С начала этой недели ежедневно выявляют более 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболеваемость растет во всех возрастных группах, но больше всего среди пожилых. Прирост заболевших фиксируют в сфере образования, торговли непродовольственными товарами, промышленных предприятий, офисов, банков, а также среди госслужащих. За последнюю неделю зафиксировали и рекордное количество заболевших ОРВИ – более 28 тысяч. Это в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом внебольничных пневмоний сейчас на 20% меньше, чем за эту же неделю в 2020 году. В больницах региона развернуто более 7,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Свободными остаются около 500. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Армен Бинян на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом. В планах на этой неделе до конца недели развернуть еще 192 коек на площадках Жигулевской центральной районной больницы и Приволжской центральной районной больницы. Следующий план разворачиваем также в работе, идет подготовка коек, идут процессы газификации. В связи с ростом заболеваемости участники штаба обсудили дополнительные ограничительные меры в регионе. Например, предприятиям общепита Самарской области предпишут ввести 50-процентную загрузку в залах не только в вечернее время, но и днем. При этом владельцы ресторанов и кафе могут вовсе перейти на формат COVID-free, когда заведение будет открыто только для вакцинированных граждан. В этом случае рассадка должна быть произведена соблюдением всех норм по дистанцированию, однако выдерживать 50-процентные загрузки не придется. В течение этой недели проработают вопрос открытия обсерватора для тех контактных лиц, кто в силу обстоятельств не может быть на самоизоляции в домашнем режиме. Губернатор Дмитрий Азаров поручил членам штаба проконтролировать также ситуацию в офисах и банках, где собираются очереди. У нас по-прежнему остается вопрос по офисам и банкам. У нас еженедельно фиксируют прирост в этой категории офисных работников и банковских. Скопление людей там, где осуществляются платежи в банках, там, где банкоматы, пожалуйста, тоже по муниципалитетам. Давайте мы такие рейды проведем, посмотрим, как ситуация выглядит. Часть ограничений коснется спортивной сферы. Временно запрещается проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований среди несовершеннолетних. Особое внимание штаб уделил обсуждению мер, направленных на снижение заболеваемости коронавирусом среди пожилых людей. Для разъяснения необходимости сделать прививку нужно подключить общественные советы, информировать о возможности прививаться на дому. Сэмоизоляция для людей серебряного возраста сохранится. Однако проработают вопрос о возможности разрешения людям старше 65 лет ходить в фитнес-центры, бассейны по назначению врача, если они привиты. Светлана Кудрявцева, События. Самарская область получила 20 новых автомобилей скорой помощи. Ключи от машин городским станциям и районным больницам передал губернатор Дмитрий Азаров. В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. За последние три года автопарк скорой медицинской помощи обновили почти полностью, продолжит мэри Елчан. Каждый такой автомобиль оснащен необходимым оборудованием, в том числе кислородом, а это спасенные жизни. Комплектация 20 новых машин обеспечивает максимальное удобство врачам при транспортировке пациентов и оказании медпомощи. В период пандемии загруженность скорой возросла в несколько раз, потому пополнение автотранспорта было крайне необходимо. Конечно, пополнение автотранспортом, да, как я говорю, позволит нам увеличить, опять же, с помощью наших бригад. Люди будут, ну, работать еще больше, получается, да, но в любом случае мы сможем приехать вот на эти неотложные вызыва, которые 80% составляет чуть-чуть быстрее. Я считаю, что это очень важно, потому что даже 5 минут для человека, который ожидает помощи, эти 5 минут кажутся как целая вечность. Преимущество новых машин оценили и сами водители. Вячеслав Котляренко работает в скорой уже 4 года. Говорит, помогать и спасать людей стало делом его жизни. Автомобиль оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для оказания помощи, в том числе и экстренной, если вдруг какая-то нештатная ситуация при госпитализации пациента возникает. Все окажем, доставим до стационара, как положено. В Самарской области работают 4 станции скорой медицинской помощи и 19 отделений в составе центральных городских и районных больниц. Скорую медицинскую помощь оказывают 692 общепрофильные бригады, при этом 204 из них работают в круглосуточном режиме. Более 5300 человек трудятся ежедневно, спасая человеческие жизни. Особую благодарность врачам за их труд выразил губернатор Дмитрий Азаров. В период, когда мы каждый день фиксируем прирост страшной новой болезни, новых штаммов, конечно, на скорую медицинскую помощь ложится колоссальная нагрузка. Спасибо вам, спасибо всем медикам, водителям, спасибо за ваше высокое служение. Пусть эти машины, конечно, также будут важным, нужным инструментом в вашей работе по спасению жизни людей. Совершенствование работы службы скорой медицинской помощи региона направлено в первую очередь на сохранение жизни людей, снижение смертности и повышение доступности первичной помощи. Как отметил глава региона, системная работа по закупке медицинского транспорта ведется последние три года. Парк автомобилей скорой помощи в области уже обновлен практически полностью. Мэри Елчан, События. За чистый воздух, воду и реки. В Самаре продолжается масштабная реконструкция городских очистных конденсационных сооружений. Срок ввода в эксплуатацию некоторых объектов запланирован на конец декабря этого года. Работы ведут в рамках целевой программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Как идет обновление ГОКС на неделе проверил первый вице-мэр города Владимир Василенко. Что изменится на очистных сооружениях с внедрением новых технологий, расскажет Ольга Павлова. Еще полвека назад, а именно в 70-е годы прошлого столетия, невозможно было и представить, что очистные сооружения города будут работать и выглядеть по-новому. Масштабная реконструкция началась здесь в 2013 году, а в 2019 продолжилась уже с новым объемом инвестиций. На обновление ГОКС из федеральных, региональных, муниципальных и частных средств направили свыше 3 миллиардов рублей. Эта реконструкция действительно прорыв, прорыв и технологический, и экологический на сегодняшний день. И, наверное, он соответствует уровню мировых стандартов. Я спокоен за этот объект. На очистных сооружениях уже достроены и практически укомплектованы современным оборудованием станции ультрафиолетового обеззараживания и нейтрализации запахов. Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце декабря этого года. Продолжается реконструкция сооружений очистки сточных вод со строительством песковых бункеров. Это позволит исключить попадание крупногабаритного мусора в трубопроводы и насосные агрегаты. Обновление сооружений биологической очистки поспособствует удалению источных вод биогенных элементов, то есть вредных химических веществ. На сегодняшний день аналогов проекту в России нет. Какие масштабные производства проходят работы здесь при реконструкции городских очистных сооружений? Впервые, подчеркиваю, с момента ввода в эксплуатацию 1974 года. Не более, близко подошли к 50 годам. Данный проект у нас находится в федеральном программе оздоровления Волги. В данной ситуации в национальном проекте «Экология». Проводится на очистных канализационных сооружениях работой по улучшению качества воздуха. В данный момент идет процесс установки оборудования «Вентлит». Оно предназначено для очистки воздуха от запахов серого водорода и аммиака. Впрочем, по словам специалистов, концентрация бредных выбросов на ГОКС всегда была в пределах нормы. А неоднократные жалобы на неприятный запах поступали от жителей Куйбышевского района только в ночное время суток. Стоит отметить, что очистные сооружения всегда работали и работают в круглосуточном режиме. И мы, учитывая пожелание и ситуацию, уже даже установку по нейтрализации запаха установили. Вот она находится здесь. И, соответственно, закрыли все приемные камеры. Ну и теперь вопросов вообще никаких нет. Но к нам не было вопросов, потому что на источнике, когда брали бесконечные анализы, у нас на источнике запаха нет никаких превышений. Более того, самарские коммунальные системы проводят политику полной информационной открытости, беспрепятственно и круглосуточно допуская все проверяющие организации, включая чиновников, депутатов, жителей близлежащих микрорайонов, чтобы все лично смогли убедиться в том, что концентрация вредных веществ на ГОКС не превышает допустимые нормы. Ольга Павловна, Николай Епифанов, События. Перекладка коммуникаций в Самаре обернулась исторической сенсацией. Археологи нашли склепы богатейшей семьи конца 19 века купцов-ших Абаловых. В загадках прошлого разбиралась Мария Левина. С каждым осторожным движением археологов границы между прошлым и настоящим стираются все больше. Раскопки, связанные с заменой коммуникаций, привели к исторической находке. Сейчас здесь действительно происходит историческая сенсация. По предварительным данным найдены остатки склепов-ших Абаловых. Это одни из самых известных меценатов в истории города. После того, как останки археологи достают из захоронений, их отдают на рассмотрение антропологов. И после этого уже устраивают перезахоронение на городских кладбищах. Семейство ших Абаловых считалось одним из самых богатых и влиятельных в Самаре в конце 19-го – начале 20-го века. У семьи было три дома. Знаменитое здание с атлантами также находилось в собственности купцов-ших Абаловых. Особое внимание семья уделяла благотворительности. Благодаря их финансированию началось строительство Покровского собора, вблизи которого от Льва Толстого до переулка Тургенева и от Арцебушевской до Ленинской в то время находилось кладбище. Захоронения проводились в том числе вдоль улицы Братьев Корыстылевых. С начала 90-х в Самаре начались археологические раскопки, где периодически находили десятки, а то и сотни скелетов. Место позади алтаря Покровского собора считалось почетным, и, судя по историческим кадрам, именно там находились склепы семьи ших Абаловых. Если брать фотографии 1928 года, когда проводилось продление улицы Братьев Корыстылева, то мы видим на фотографии среди деревьев, как раз в то время еще сохранившиеся памятнички, которые были установлены над склепами купцов-ших Абаловых. Вот как раз таки Покровский, да, на фотографии мы видим? Да, вот как раз алтарная часть, и вот как бы немного правее от алтарной части, среди деревьев, вон там виден ших Абаловский склеп. То есть вот как раз примерно вот так они, вот так вот выглядел участок со склепами ших Абаловых. А вот это вот примерно место, где сейчас проходят и раскопки. Да, примерно, да, да, то есть, получается, как раз это изначально вот фотография, видно, что улица как бы обходила, то есть изначально делали, но потом, видимо, ее спрямили и, в общем, склепы все вот эти снесли. То есть снесли надземную часть, а вот сами склепы, своды, они просто, видимо, под действием строительной техники, вот и транспорта, они провалились. Археологам удалось обнаружить пять склепов. Места захоронения сильно повреждены. Это историки связывают со строительством здесь дороги. Ученые предполагают, что ранние склепы уже были найдены, потому как самый первый склеп, который им удалось открыть, оказался полностью разграбленным. У остальных своды уже пробиты, то есть они засыпаны землей. В одном из склепов было обнаружено пять захоронений, пять гробов, из которых два захоронения принадлежали детям и три захоронения принадлежали взрослым. В захоронениях, со слов археологов, сохранились части материи простыни, в которые были завернуты Шахабаловы. Раскопки продолжатся до конца ноября. Еще больше исторических открытий ученые рассчитывают получить, когда дойдут до мест массовых захоронений вблизи стадиона «Динамо». Мария Левина, Николай Сидоров. События. 134 страницы и более 300 фактов. В Самаре презентовали новую книгу, приуроченную к 80-летию запасной столицы Куйбышева. Автором стал краевед Глеб Алексушин. В альбоме с помощью технологии факт-чекинг представлены свидетельства из документов и фотографий событий, происходивших в Куйбышеве в 1941-1943 годах. Подробнее расскажет Мэри Елчан. На 134 страницах этой книги фотографии и документы, сделанные в Куйбышеве в 1941-1943 годах. В то время город на Волге стал запасной столицей. Началась новая веха в истории Самарского края. Куйбышев стал крупным промышленным центром с развитой инфраструктурой, культурой и большой численностью населения. Книга, автором которой стал ученый и историк краевед Глеб Алексушин, рассказывает о жизни запасной столицы, эвакуации, параде 41-го. Здесь показаны места размещения всех правительственных и дипломатических организаций. Повезло то, что я очень давно собирал эти материалы. Я их настолько давно собирал, что работа не была сбором. Больше была работа с документами, с их нарезкой, с стыковкой. Наверное, самым сложным была подборка зданий, максимально подходящих по эпохе. Выпуск приурочили к 80-летию запасной столицы, которую город отмечает 15 октября этого года. Проект поддержала глава Самары Елена Лапушкина. Ведь сколько бы лет ни прошло, Великую Отечественную войну и цену Великой Победы помнить будут всегда. Альбом «Чем хорош»? Он содержит в себе фотографии, которые до этого никогда в одном месте, в одном издании, вот в таком качестве переграфии, не были собраны. Конечно же, эти материалы должны быть изучены, я думаю, каждым школьникам, каждым преподавателям истории. И, конечно, проявические и классные часы должны проходить в наших образовательных учреждениях. Площадкой для реализации проекта стала одной из старейших изданий города «Самарская газета». На мой взгляд, как директора «Самарской газеты», вот если есть возможность оставить свой маленький след в историческом контексте каком-то, то вот это как раз тот случай, на который стоит тратить деньги, на который стоит тратить усилия, организовывать команду мою. Я хочу выразить огромную благодарность нашей редакции, дизайнерам, верстке, потому что эти альбомы реально сделаны с душой. Книга станет подспорьем для краеведов и экскурсоводов города. Только на основе одного альбома уже можно будет проводить экскурсии для жителей и гостей Самары. Узнавая больше фактов о месте, где живешь, начинаешь любить родной город еще сильнее. Тема важная. Я считаю, что она приоткрывает новые тайны нашей истории, нашей области и рассказывает читателю, как было раньше. Я думаю, что и старшим поколениям, и младшим эта книга будет интересна. Это не первая совместная работа администрации, краеведа Глеба Алексушина и газеты. В апреле этого года вышел альбом «Легендарные космонавты в Кубишеве». Выход приурочили к грандиозному событию – 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. В книге собраны уникальные снимки и факты о том, как проводили свои трудовые будни и выходные герои космической эпохи. Мэри Елчан, Константин Головин, События. С 15 октября стартовала всероссийская перепись населения, которую из-за пандемии переносили несколько раз. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это третья перепись современной России. Две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Но в историю страны она войдет как первая цифровая. Любой россиянин сможет подать данные о себе и своей семье самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры, лично также сохранится. Как сообщили в Росстате, сборщики данных будут регулярно проходить тестирование на COVID-19. В переписном листе 33 вопроса. Участникам предложат рассказать о себе такие сведения, как возраст, гражданство, владение языками, месторождение, национальность, образование, семейный статус, количество детей и занятость. Спрашивать о размере дохода не будут, но зададут вопрос о его источнике. Также есть блок вопросов о жилищных условиях. Ожидается, что обычная семья потратит на участие в переписи около 10-15 минут. В Росстате предупреждают, если переписчик просит показать документы или спрашивает об уровне дохода, стоит насторожиться. Важно, что перепись никто не проводит по телефону. Не уверен, что гриб съедобен, не срывай. Вот главное правило любого грибника. Жители Самарской области вовсю изучают лесные опушки. Из-за засушливого лета в этом году собрать лесной урожай гораздо сложнее, чем в прошлый сезон. О том, как избежать отравления, если поход в лес все же оказался удачным, расскажет мэри Елча. Грибной сезон в Самарской области набирает обороты. По словам медиков, даже лисички, которые принято считать безобидными, бывают ложными, а значит опасными для здоровья человека. Чтобы тихая охота была в радость, специалисты рекомендуют собирать только знакомые виды грибов в экологически чистых районах. Дмитрий Самоткин по грибы ходит с детства. Любовь к этому занятию ему привел отец. Каждую осень он отправляется в лес. Поход за грибами – это не только грибы собрать, но и выехать на природу семьей, отдохнуть с душой, погулять на свежем воздухе в лесу. После того, как грибы собраны, наступает самое главное – процесс приготовления. И тут важно помнить несколько правил. Готовить грибы нужно в день сбора, так как они достаточно быстро портятся. По словам врачей, блюдо из грибов не может быть основным. Лучше использовать их в небольшом количестве в качестве вкусовой добавки. Нужно учитывать, что каждому виду грибов требуется свое время приготовления. К примеру, опята лучше варить в течение 45-50 минут, а вот грузди и волнушки варят в течение 20 минут. Грибы – тяжелый для усвоения продукт. Их не рекомендуют употреблять в пищу детям до 3 лет и пожилым. При первых признаках отравления врачи советуют немедленно промыть желудок и срочно вызвать скорую помощь. Достаточно крошечного кусочка, и он может достаться одному члену семьи. Все ели, а плохо стало одному. И поэтому такая иллюзия, что это что-то случайно. Поэтому позже обращаются за медицинской помощью. Это очень опасное отравление бредной поганки. Она будет еще весь октябрь встречаться в наших лесах в средней полосе. Если же вы не собираетесь в лес, а грибов все же хочется, эксперты советуют покупать их только в специализированных магазинах, избегая несанкционированных точек торговли. Мэри Елчан, Григорий Пришаков, Константин Головин. События. Игра красок и глубоких цветов. Визажисты и эксперты моды назвали тренды в осеннем макияже 2021 года. На пике популярности оказались яркие, насыщенные оттенки, которые помогут подчеркнуть индивидуальность – глаза или губы, и создадут в целом согревающий образ. Мы решили пойти дальше и выяснить, зависит ли макияж только от трендов. Мария Левина продолжит. Одним из главных трендов этой осени стал неон. Такого кислотного эффекта поможет добиться обычный белый карандаш и тени. Тех, кто на такие эпатажные краски идти пока не готов, выручат фиолетовые тени. Они подходят к любому цвету глаз, но в особенности к карим. Благодаря насыщенному и глубокому цвету глаза визуально увеличиваются. Но для этого эффекта важно использовать дымчатую технику. Фиолетовые в моде не только для глаз, но и для губ. Такой цвет идеально подчеркивает губы. Маленькие увеличивает, а большие делает более чувственными. Еще одной модной техникой становится северное сияние. Смешиваются два оттенка, а зона слияния размыта. Но это все классика. Настоящей новинкой сезона стали цветные мазки на веках. Выглядят они как небрежные полоски-штрихи. Здесь главное не стараться наносить тени аккуратно, а напротив приветствуется легкая небрежность. Влажные губы также набирают популярность. Я думаю, что это отлично, когда яркий макияж, когда яркие губы. С ярким макияжем и жизнь становится ярче. Это очень модно яркая помада, либо яркие стрелы, как черная подводка. Акцент должен направлен либо на губы, либо на глаза. Яркий и даже вызывающий мейк стал трендом осени 2021 года. Поскольку из-за пандемии и самоизоляции женщины соскучились по вниманию. Однако, по словам экспертов, многие не пренебрегали сочными красками и раньше. И здесь, как считают психологи, может быть не только желание понравиться, а еще и неуверенность в себе. Причем за внешним лоском порой скрывается личность, которая, по сути, к желанному вниманию не готова. Неуверенная девочка, она делает себе боевой раскрас. И это еще надо выдержать. Напор внимания. Это же тоже самовыражение. Заявить о себе, обратить на себя внимание. Я не готов, но я хочу. Есть и те, кто предпочитает вовсе не использовать косметику. Одна из причин, которую называют специалисты – семейные ценности. Возможно, в семье представительницы прекрасного пола игнорировали мейкап. И девочка, повзрослев, сама не видит в нем смысла. Есть и другая причина. Американские женщины в борьбе за равноправие полов в 90-е массово отказывались от косметики. Сегодня эта тенденция дошла и до России. Русские дамы, хоть и не столь категоричны, но все же часто позиционируют свою естественную красоту. А у многих банально не хватает времени, чтобы навести мерафет. Я точно бы, наверное, советовала женщинам обращать внимание на себя, да, хотя бы вот из этой всей… Вот мы сейчас, если про семью говорим, да, то там 15-20 минут времени засекать и уделять себе. А что, правда, я хочу, да, а может быть, правда, я хочу просто нанести себе крем на лицо, смазать руки кремом, да, как-то там, ну, сходить на маникюр. Эксперты сошлись во мнении, что в первую очередь при выборе макияжа стоит обращать внимание не на тренды, а на свои ощущения и индивидуальность. А модные новинки способны лишь подчеркнуть ту привлекательность, которая дана женщине от природы и не более того. Мария Елевна, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на сайте телеканала «Самара Гиса», в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова